Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артём Тарасов. Смотрите выпуски. У кого-то игра с мячом на лошадях, а у нас на сельхозмашинах. В Ростове устроили первый чемпионат по трактоболу. Аномально холодный март обещают синоптики жителям Ростовской области. И сегодняшний первый день весны тому наглядное подтверждение. По парагнозам гидромедцентра, невыданный зимой снег природа будет высыпать еще как минимум две недели. В ночные часы температура воздуха будет стабильно держаться на минусовых отметках. До минус 10 по северу области и до минус 5 по югу. В середине марта также будет относительно холодный. Температура воздуха ночью будет уже составлять от минус 3 до плюс 2. И только в третьей декаде марта столбики термометров перестанут опускаться ниже нуля. Ночные температуры по области от нуля до плюс 2. Дневные плюс 7-10. В ближайшем выходным синоптики прогнозируют снег, метель и гололедицу. Не выходить на лед без спасательного жилета, знать элементарные правила безопасности на воде, а главное не пить спиртного. Вот простые истины, которые ежегодно напоминают зимним рыбакам спасатели. Цемлянское водохранилище – одно из постоянных мест патрулирования. Каждый день, независимо от температуры воздуха и количества осадков, спасатели Цемлянского подразделения поисково-спасательной службы отправляются патрулировать акваторию. Основное средство передвижения зимой – судно на водной подушке «Марс-700». Сюда помещается 8 человек, а скорость Марса – до 80 км в час. Комфортно она двигается по снегу, по льду, но также она может ходить и по песку, по земле, то есть по сухому грунту, по воде она плавает. Любители посидеть с удочкой на льду зачастую пренебрегают элементарными правилами безопасности. Делится наблюдениями спасатель Сергей Гладков. Как правильно вести себя на зимней рыбалке, что можно делать, а чего категорически нельзя, он рассказывает уже 15 лет. В зимний период мы круглосуточно дежурим здесь и каждый день выходим на лед для профилактических бесед с рыбаками, с отдыхающими. Раздаем листовки, объясняем все доступно людям. Вот короткая памятка. Выходить можно на лед не тоньше 10 сантиметров. Обязательно спасать нам в жилете и с другими спасательными средствами – веревкой и крюками. Случается, например, человек провалился под лед, это резко расставить руки, звать на помощь и пытаться меньше паники создавать, пытаться вылезти на лед. Это значит, что все груди, руками, отталкиваясь ногами, пробуя оболтыхать и прыгать на лед. Проблема в том, что большинство зимних рыбаков согреваются не только чаем, а нетрезвому человеку даже простые правила вспомнить сложно. Если ЧП на воде все-таки случилось, приходится работать водолазом. Денис Князев за 4 года в подразделении нанырял уже сотни часов. В холодное время года, когда мы используем полнолицевые маски и снаряжение более сухого типа, то есть они с подстегом, с теплым, утепленным и ведется связь, вот радиосвязь. То есть на полнолицевой маске имеются наушники, микрофон. В сигнальные концы своего рода азбука морзы для водолазов. Через эту веревку они общаются с теми, кто наверху. Например, три коротких рывка быстро поднимай. Этой зимой на акваториях области уже спасено 10 человек. В прошлом году за два зимних месяца удалось предотвратить гибель четырех утопающих. График движения электричек изменится из-за ремонта на перегоне Хатунокного-Черкасск. Об этом предупреждают пресс-службы СКЖД. Путь будут капитально ремонтировать с 1 по 5 марта. И на эти дни сместится время отправления 11 электропоездов на маршрутах в Ростов-Лихая, Лихая-Глубокая, Лихая-Чертково, Ростов-Степная. А некоторые электрички Ростов-Лихая и Ростов-Усть-Донецкая вообще отменят. Уточнить изменения графика можно на сайте РЖД и по круглосуточному бесплатному телефону Единого информационно-сервисного центра. Его номер на экране. Первый в России умный чемодан сделали в Ростове. В разгадывании кроссворда он ответ не посоветует, философскую беседу не поддержит. Зато может сам себя взвесить. А еще даст знать, если его взял не хозяин. Сработает сигнализация на угон. В Америке и Европе уже есть и популярны умные чемоданы. Где-то такая дорогая сумка едет за хозяином, где-то трансформируется в шкаф, а кому-то заряжает смартфон. Но создатели ростовской версии считают, что эти функции нашему туристу не нужны. Я не знаю человека, которому бы потребовался скутер в аэропорту. И ехать недалеко, как правило. Я не знаю человека, которому бы в гостинице, когда он приехал куда-то в командировку, потребовался с собой переносной шкаф. Россия нам предлагается современный чемодан со встроенными весами. Ведь многие туристы с сумками полными сувениров переживают, как пройдут контроль в аэропорту. Да и вообще наполнив чемодан, хорошо сразу понять. Донесешь ты его до пункта назначения или руки начнут отрываться через 100 метров пути. Но смысл такой полезной функции еще и философский. Это артефакт, который, находясь у вас, заставляет вас вспоминать об этом, задумываться, взвешивать свои плохие, хорошие дела. То, чему вы можете гордиться и тем, чем вы гордиться не можете. И обладая таким чемоданом, вы, возможно, в какой-то момент решите что-то поменять, стать в чем-то лучшем. Планируются в этом чемодане и другие функции. Например, трансформируемое внутреннее пространство. Оно будет дозаполняться, когда вещи собраны. Стандартный кодовый замок заменят электронным, чтобы открывать с помощью смартфона. Молнию, так часто выходящую из строя, уберут, и чемодан будет закрываться, как багажник автомобиля. А главное, появится противоугонная сигнализация. Функции будут вводить постепенно, в зависимости от спроса и продаж. Первая партия чемоданов с весами планируется на тысячу экземпляров. Нам будут поступать частично готовые собранные чемоданы. Мы их будем дооснащать уже нашими комплектующими, которые мы будем производить здесь. И все это будет происходить где-то на нашей территории, где мы разместим свое производство. Ну, оно не сильно большое будет. В скором будущем заказчик будет сам выбирать функции для своего чемодана, его размеры и цвет. Евгения Слинкина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. В субботу в Краснодаре футбольный Ростов входит во вторую часть чемпионата страны. Южное дерби станет первым официальным матчем под руководством Валерия Карпина. Наш телеканал продолжит прямые трансляции игр Ростова. А пока съемочная группа побывала на тренировке клуба и пообщалась с главным тренером. Под руководством Карпина в межсезонье команда прошла три сбора. Два в Турции и один в Испании. Восемь контрольных матчей и ни одного поражения. Три победы и пять ничьих. При этом некоторые игры вырывали на характере. Например, в Словенской Олимпии Ростов проигрывал 1-3, но сумел сыграть 3-3. Дважды проигрывали норвежскому Тромсю. Но дубль молодого ростовского воспитанника Дмитрия Вебера позволил сыграть ничью. Выполнили практически все, что хотели. Отношение ребят порадовало со всех точек зрения. Подошли очень профессионально. Претензий вообще никому не было. И с первого до последнего дня. Так что с точки зрения запланировано и сделано. Думаю, что все хорошо. А вот как мы будем выглядеть в первом матче особенно, это тоже мы увидим, наверное, в Краснодаре. В зимней паузе не обошлось и без потерь. Самое заметное – уход Александра Бухарова. Теперь в команде вместо трех центральных нападающих два. Виталий Устинов вернулся в Рубин. Вслед за ним в Казань перебрался Могилевец. Неприжившийся в России Жасимар Кентеру теперь в Бетиси. А Игорь Киреев отправился в Курский авангард. Есть и приобретение. Теперь в обойми ростовчан сразу три исландца. В помощь Ингасону пришли Сигурдсун и Сигурдарсон. Теперь главное не перепутать. Последний, скорее всего, станет главной ударной силой команды Карпина во второй части сезона. В центре поля взяли три футболиста. Аяз Гулиев – один из самых перспективных воспитанников «Спартака». Замены Могилевцу могут стать и Александр Сапета с Валерием Чуперкой. Плюс вернулся из аренды Дмитрий Скопинцев. Самая сложная адаптация, возможно, это у Сигурдарсона. Человек, понятно, в России не играл тот же Сигурдсун, уже знаком и по Краснодару, и по Рубину с российской действительностью, и с российским чемпионатом. Но ребята, все, кто еще пришли, то есть русские ребята, либо кто-то вернулся из аренды, либо те, кто тоже Гулиев или Чуперка, тоже проблем с точки зрения адаптации никаких. Сейчас Ростов ждет от нового тренера, по крайней мере, спокойного финиша. Ведь прошлогоднего участника Лиги чемпионов от зоны стыковых матчей отделяют лишь четыре очка. В нашем графике, то есть если мы в первых пяти турах играем с четырьмя командами, те, которые находятся в первой пятерке, то вне зависимости от где они находятся, рядом с нами, географически я имею в виду или далеко, простых или рядовых игр, сто процентов мы не ждем, и ребята готовятся к этому. Первый матч под руководством нового наставника начнет в Краснодаре в субботу в 19.00. Роман Саганов, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Удар и мяч в воротах. Гол забил трактор. Новый вид спорта появился на Дону. На агропромышленном форуме в Ростове провели первый чемпионат по трактоболу. Здесь нет перепасовки, атак или обороны. Суть игры предельно проста. Доехать на тракторе до платформы с мячом и точным ударом поразить ворота. Сесть за руль мог любой желающий, но под руководством опытного тренера. И половиной трактоболистов стали представительницы прекрасного пола. Новая игра впечатлила многих. Участники и зрители назвали чемпионат по трактоболу эффектной и оригинальной идеей. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин